Несколько дней назад в Санкт-Петербурге городской автобус вылетел на тротуар и сбил людей. Водителя задержали, возбудили уголовное дело, но первой причиной аварии была названа онемевшая нога шофера. Сегодня же все встало на свои места. Водителя автобуса перед рейсом осматривали медики. В полиции заявляли, что ДТП, вероятно, случилось из-за ухудшения его самочувствия. По предварительной информации от перевозчика, водитель успешно прошел предрейсовый медосмотр. У мужчины 6-летний стаж вождения, ранее к его работе не возникало нареканий. Осмотр автобуса перед рейсом также показал, что он исправен. Сейчас ведутся следственные действия. Были изъяты видеозаписи, включая записи с камер внутри кабины водителя. Комитет оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе ведомства. Как стало известно, находившийся за рулем автобуса мужчина заснул во время движения. В результате произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек. Среди госпитализированных 16-летний подросток – тяжелое состояние, 27-летний мужчина – тяжелое состояние, 61-летняя женщина – тяжелое состояние, 57-летняя женщина – состояние средней степени тяжести и неизвестный. Мужчина на вид около 25 лет, тяжелое состояние, находится в коме. Чемпионы России по боксу расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске. Неизвестные сделали около 20 выстрелов. Спортсмена сейчас спасают врачи. По данным следователей, на 28-летнего Андрея Стоцкого напали сегодня в полночь. Боксер бегал в районе стадиона «Восход» на улице Новороссийской. Там же остановилась машина, из которой вышли несколько человек. У спортсмена с ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Оппоненты поняли, что не вывезут мастера спорта международного класса, достали травмат и около 20 раз выстрелили в Стоцкого, после чего скрылись. Боксер сейчас в больнице, у него огнестрельные ранения таза, бедер и ног, с ним работают врачи. Андрею Стоцкому 28 лет, он выступает в тяжелом весе. Самым успешным годом его карьеры можно назвать 2021 тогда спортсмен завоевал титул чемпиона России, одолев в финале Владимира Узуняна. Последний бой у Стоцкого был совсем недавно, 16 января на Кубке России он уступил Тимуразу Сурову, поединок остановили из-за сильного рассечения брови. В полиции рассказали, что в Стоцке поругался со своим знакомым. Стоцкому 28 лет, он уступил Тимуразу Сурову, поединок, и он уступил Тимуразу Сурову, поединок, и он уступил Тимуразу Сурову.